друзья посмотрите какой у нас вид с окна в коридоре погода конечно сегодня плюс 5 или плюс 8 очень холодно пришла от соседки ходила к ней в гости и мне резко захотелось снимать наш велосипед вот так представляете год не снимала и потом резко захотелось снимать притом к съемкам я не готовилась голос у меня такой осипший показывал все как есть просто захотелось мне снимать так что я вам таки не показывал куда мы приехали какой ремонт мы сделали не доделали ключница обожаю ее такая ключница когда приходит жене с работы ставят ключ свой сюда хвастаться вы пока нечем ремонт у нас не доделан сегодня я уже успела поработать посидеть я в пижаме окна не мытые смотрите какой лес я говорил я к съемке не готовилась сколько посуды это с утра представляете это после меня и после моих сыновей столько посуды а трех человек один взрослый и два малыша это моя любимая кухня как-нибудь сделаю ром-тур хотя ремонт у нас не закончен но я думаю хоть что-то уже показать можно так сейчас я хочу умыться и накраситься вместе с вами над углом о это я же говорю я показываю все как есть что-то у меня телефон кто-то позвонил и у меня совалось носки здесь тут я утром хотела постельный белье поменять поэтому сняла тут пока спит давид это пока временно туда и тут дёма спит сегодня я бы не хотела делать ром-тур я просто хочу с вами поздороваться и сказать то что если кому-то интересно вы можете подписываться я планирую снимать в каждый день просто влоги ох поветрить надо так душно смотрите такой вид 16 этажа здесь парковка а вот здесь видите все раскопано здесь ничего не будет строиться здесь хранили стройматериалы щебень всякий песок стройка этого дома подходит концу точнее там уже люди даже заселились дом сдан и поэтому остатки стройматериал будет вывозить и здесь засадят все кустарником вот это дети у меня утром садик искали машинки вот эти вот hot wheels у них есть набора смолёйских hot wheels и они не могли найти его перерыли вот высыпали на пол все пакеты вот так вот меня все валяется опа я хотела раз уж я тут показать на это что у нас есть единственный сток в этой квартире что у меня с голосом в общем вот это вот мандарины когда мы еще жили на старой квартире на гастелло у нас стоял просто горшок землей детям было лень выбрасывать вот эти вот зернышки от мандаринов косточки и они запихивали в землю и в итоге вот эти мандарины проросли с апельсинами а потом пошло в ход все вот смотрите это желудь дети посадили и вот вырос уже вот такой вот маленький дуб моя мама говорит что сажать дуб это очень плохая примета типа это к смерти кашка клуба и она году выбрать а я не знаю как выбросить если дети старались посадили и такое дерево выросло не знаю у меня рука не поднимается вот кстати второй отросток у дуба а это у них уже вход все пошло видите это чечевица поросла и там еще видите зернышки маленькие желтые это пшеница ой пшеница пшено желтая такая каша а вот это вот руккола вот это я не знаю что это давление дают семена там когда покупаешь от 3000 если не ошибаюсь продукты там дают такие вот упаковки семена бесплатно вот они у нас все выросли турник мы с собой забрали нас тут вообще ремонт еще не знаю процентов наверно только на 50 сделан это все еще доделывать трупы закрывать это же не пришел ламинат на стену постелить детям чтобы в общем чтобы обои не приходилось переклеивать так как здесь рабочая стена такая вот открытая куда машинки постоянно летят они что рисуют фломастерами карандашами и обои бы не выдержали нагрузку детского и поэтому уже не предложил вот ламинат сюда на стену постелить вот эти потолки кстати же не сам натягивал со своим другом вот а здесь решили мы просто римску чтобы повесить тут потом подоконник будет сноситься здесь и вместо подоконника будет здесь такой большой рабочий детский стол здесь собой не доклеены потому что здесь будет шкаф вот такой во всю стену здесь обойма вообще неправильно приклеили рисунок у нас не совпадает но так как обои таки пестрые даже непонятно от этой сушилку мы будем отсюда убирать кстати очень классная вещь очень удобно так друзья я планирую вместе с вами накраситься я же говорю нас очень доделано это ванная комната всем привет давно не виделись извините что я в таком виде но вдохновение пришло ко мне вот и очень хочется снимать это моя домашняя пижама майка вот очень хочется накраситься мама вчера заявил мне то что мне нужно выходить срочно на работу в салон красоты или снова продавать автомобили я продавала форды но работал автосалоне ford до декрета вот потому что я себя запустила с мамой я за согласна в плане внешности но в плане того чтобы выходить на работу нет вот сейчас я занимаюсь своим же сайтом кто не знает у нас есть свой сайт по дошкольному образованию вот и еще хочу уйти в токены и в мир криптовалют буду изучать меня муж уже этим занимается полгода и у него на твоим не хватает поэтому он хочет мне свои полномочия передать в этом я ничего не понимаю вот буду вникать на эту неделю что с моим голосом я не знаю почему он меня сип очень кушать хочется но сперва накрашусь потому что время уже почти три часа дня скоро уже не с работы придет вместе мы как раз покушаем а потом мне надо будет уже убежать в садик за детьми а до этого нужно буду еще успеть сделать тренировку у меня сегодня уже второй день отказа от кофе да я все пытаюсь от кофе отказаться до сих пор кофемашину кстати не выстрела на продажу нужно выставить и я отказываюсь от мучного и от сахара расскажу об этом попозже работаю я пока тут сижу за этим креслом это очень классно кресло кстати с поддержкой спины мы покупали их кстати в этом в мтв до повышения цен еще на старой квартире это наши самые последние покупки из мебели вот и они тогда еще стоили дорого сейчас конечно они два раза еще подорожали хотя доллар упал до 58 рублей стоит но цены на мебель и конечно никто еще не опускает дома не будут еще расти так что вот я работаю за этим же старым ноутбуком же не заклеивает вот так вот всегда объективы не знаю почему он так делает вроде бы на всех ноутбуках делать так хочу накраситься начну надо видео с макияжа с обычного а кстати это в будущем будет наша с ним комната я честно не планировала сегодня делать обзор но раз уж я сейчас все снимаю здесь трек hot wheels недавно детей был были два дня рождения 12 мая исполнилось демиду 4 года 14 мая давиду исполнилось 6 лет и вот такой вот подарок hot wheels кстати я не знаю дорого или нет но мы смогли купить новый трек hot wheels за 6000 вместе с батарейками на официальном сайте он стоит 8 хомяки с нами никуда мы их не отдали они живут в таком большом аквариуме тут конечно на видео не видно но аквариум 200 литров все с ними хорошо дружочек это вот наш мальчишка папаша мамочка у нас беленькая кстати как мы сюда переехали переехали мы сюда в сентябре или октябре прошло года она ни разу еще не рожала вот для нас конечно это плюс а здесь обычно же не сидит он приносит кресло суда он кстати купил себе новый ноутбук хонор я в них не разбираюсь но он говорит что он хороший вот такой вот серый синим красивый я не разбираюсь вот такая подставка у него специально вот он как раз купил когда доллар был дорогой у него около ста тысяч обошелся так давно кстати я себе косметику не покупала буду краситься вот и нет кстати нет это тональный крем так и не заходит я не знаю и вот так обожают на ютубе но мне он не нравится у меня нормальная кожа склонна к сухости он у меня шелушение все подчеркивают хотя он должен быть увлажняющий такой слегка мне очень нравится мэйберин фитме вот что удивительно вот этот тональный крем мне подходит он кстати в желтый отдает но я сейчас активно сгораю в солярий хожу и поэтому он мне подходит такой пожелать бронзер мне очень нравится видно да как он мне нравится потом румяна я возьму тени все нормально потом я хочу если честно конечно пучки наклеить еще сегодня не знаю да на тренировку собралась до собираюсь сделать тренировку и накраситься перед началом тренировки к конечно не логично я думаю может быть мне тональную основу не накладывается только глаза накрасить 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 только глаза немножко брови подведу тени для бровей у меня закончились поэтому я возьму вот эту палетку кисточку это вот это все карандаш для губ где у меня губы накрасить не нужно обязательно потому что они у меня какие-то синюшные синяя блин так как я буду краситься мне надо принести штатив в общем знаете почему я замотивировалась снова снимать на youtube хотя на youtube сняли коммерцию да не получают сейчас блогера деньги за рекламу на youtube потому что рекламу все отменили дело в том что я решила приводить себя форму дело в том что я не ходила в спортзал уже год но пыталась конечно вернуться дважды брала себе абонементы на месяц брала себе марафоны у блогеров кстати так я в залу не вернулась хотя в зал я ходила с 2012 года без перерывов даже на время родов то есть я все дети месяца в первое второе время сходила в спортзал и не ходила всего лишь месяц после родов после второй вторых родов я кстати в зал вернулась уже через две недели после родов то есть очень быстро я вернулась в форму я была в форме так вы знаете мне бы найти конечно еще держатель вот так вот взяла и спонтанно решила снова снимать вид конечно но пока мотивация есть надо обязательно снимать чем будут полезны мои влоги для девчонок тем что я буду вместе с вами сказать готовиться к лету конечно это будет глупо потому что к лету мы подготовиться уже не успеем лето уже буквально через неделю не буквально а действительно через пару дней уже у нас лето хотя такая погода конечно на лето и не похожа так ну просто проводить себя в порядок качать попу делать себе талию качать пресс еще кстати я себе хочу дельты раньше никогда не понимала красоту не понимала красоту плеч но теперь у меня очень сильное желание сделать себе вот такие вот округлые плечи то есть такие легкие чтобы у меня были такие дельты немного такой прокачанный бицепс хочу себе вот худенькие ножки и большую попу так вы только посмотрите как все покрылось пылью вот она спонтанная съемка все все как есть тут у нас пока еще раковину мы не установили здесь будет раковина видите где лежит и губка лежит здесь будут эти как они держатели для зубных щеток подставки такие здесь держатель для мыла мы уже их купили они вот такого красивого серебряного цвета их надо только установить но пока мы раковину не поставили их как бы устанавливать бессмысленно так а где у меня крепеж для телефона я наверно сейчас не найду ой 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 давайте прицепим на скотч телефон так ну как то так я вас тут поставила если не чихать на телефон то ничего не упадет так я еще почему снимать решила потому что же не мне говорит давай продавай у нас софтбоксов 4 штуки продавай все софтбоксы продавай микрофон вот эту вот меховушку микрофон продавай держатели все моноподы для съемок которые мы покупали потому что ты ничего не ведешь в общем они только пыляться стоят мы их используем как вешалки поэтому продавай я только думаю эх все равно сейчас вон что происходит в мире думаю буду снимать я потому что сама люблю влоги смотреть думаю вдруг кому-то тоже будет интересно со стороны может показаться что у меня какое-то грустное настроение то что я нахожусь в какой-то легкой депрессии но это не так на самом деле просто за окном погода очень-очень не очень идет дождь холодно у меня почему-то осипа голос хотя я не болею вот как только я включил камеру сегодня у меня сил голос видимо какая-то психосоматика срабатывает но вдохновение к съемкам ко мне вернулось хотя конечно сейчас не лучшее время вообще начинать что-то ввести на ютубе потому что монетизацию на ютубе отменили просмотры у многих таких вот лайфблокеров упали сейчас многие приходят на площадке вконтакте дзен телеграм но вот душа моя вот лежит к ютубу я так как сама люблю смотреть лайф формат есть девочки в декрете к сожалению которые живут конечно в германии не в россии я буквально каждый день что-то в последнее время стала их смотреть когда сижу в работе у меня там бывает монотонная работа где не надо думать и я вот так вот под работу или под уборку могу даже включать девочек и смотреть хотя они снимают ни о чем просто покупки просто какие-то бытовые вопросы как они решают и мне почему-то очень интересно хотя девочки совершенно обычные они не спортивные они не следят за питанием абсолютно обычные они в какой-то роскоши живут мне почему-то очень интересно и у них кстати просмотров столько же сколько и подписчиков вот одна девочка из германии у нее 70 тысяч подписчиков и каждый ее влог вообще обычный обычный влог который она ведет из дома с дочкой маленькой у нее 2 годика что ли дочки вот и у нее столько же просмотров сколько и подписчиков то есть 70 тысяч подписчиков и столько же просмотров то есть 100 и 100 это такая вовлеченность аудитории так удивительно вроде человек снимает обычные вещи но в этот раз я не преследую цель как раньше стать каким-то крутым влогером то есть снимать влоги в своем городе освещать какие-то события нет абсолютно у меня такого желания нет я веду сейчас влог в первую очередь для себя потому что я долгое время находилась в каком-то сне в какой-то я не знаю ой и даже не знаю как это называть в каком-то болоте эмоциональном с 19 года наверное как и многие жители России и вообще всего мира я находилась в каком-то подвешенном состоянии и для того чтобы из него выбраться все равно мне нужны люди которые переживали такие же моменты как и я и поддержку как удивительно что удивительно для многих да можно найти не среди близких а среди совершенно незнакомых тебе людей среди подписчиков на ютубе в инстаграме и часто такое было то что самое лучшее поддержки находили те люди которых ты абсолютно не знаешь которые находятся вообще по ту сторону экрана вот и сейчас я начинаю вести свои влоги для того чтобы привести себя в форму то есть я вам буду показывать ежедневные тренировки хотя ежедневно тренироваться нельзя потому что мышцы не будут успевать восстанавливаться естественно они не будут расти но для того чтобы себя раскачать для того чтобы начать снова заново свой спортивный путь а кто то будет и только начать в первый раз жизни свой спортз нужно войти в режим а чтобы войти в режим с него не свернуть никуда нужно заниматься ежедневно вот поэтому я буду вместе с вами заниматься ежедневно буду показывать что я ем и самая важная для меня цель сейчас это привести себя в порядок то есть свою фигуру да естественно когда у тебя будет фигура улучшаться тебя и душевный такой вот моральное состояние будет намного лучше вот и я хочу бросить сахар вообще исключить из своей жизни рафинированный сахар я хочу убрать в любом виде свое питание я не буду никого-то вовлекать ни детей не мужа я только из своей жизни и своего питания кофе хотя мы домой не покупаем кофе уже месяц я все равно бегу в эти кофейни могу в час ночи побежать в ленту вот попить там кофе в шибашках могу побежать в спорт там купить кофе в общем это зависит меня очень сильно мучает и еще я хочу снова стать женственные потому что я наверно последние три-четыре года абсолютно перестала следить за собой возможно вы скажете нет что я ухоженная что я слежу за собой да смотря на мой инстаграм но какие-то видео где там в клубе или где-то в кафе отдыхая с подругами это единичный случай которым я готовлюсь заранее буквально там за неделю привожу себя форму вот но я хочу как раньше когда вот я работала в автосалоне в мужском коллективе я выглядела офигенно каждый день каждый день на руках каждый прическе макияж я следила за кожей своей за волосами и это женственность она все-таки подпитывает не только тебя не только людей кто но который тебя окружает она и наполняет энергии твоего мужчину вот хочется мне не только для себя стать но женственной легкой такой вот ну и для для мужа вот девочки такие вот новости напишите как у вас дела что у вас нового что у вас интересного мне пишут кстати девочки некоторые в инстаграм о том что я пропала потому что я беременна третьим ребенком нет я не планирую третью беременность вообще девочку мне не хочется меня вполне устраивает мои два сына снова в декрет я заходить не буду вот хочу заняться своей самореализацией в общем кому интересно смотреть на тренировки добро пожаловать